Это ресепшн отеля Grand East. Вот там вот есть бар, но он работает только для тех, у кого все включено. Здесь много столиков, довольно большая территория. И сейчас мы идем на пляж, спуск там. Вот сейчас много народу заехало, но заселение после двух, как везде. Вот здесь спуск и выход к пляжу, и позади меня главный ресторан, где мы завтракаем и обедаем. Главный корпус трехэтажный, почти со всех номеров можно увидеть море. Хоть чуть-чуть, но его видно. И даже с нашего, хотя у нас сюда он не выходит, а выходит на другую сторону. Мы вышли из лобби и попали на вот такую вот площадку со столиками. Эти столики также относятся к главному ресторану. Здесь тоже можно обедать и ужинать. И сейчас мы будем спускаться к морю вниз через все бассейны. У нас на территории отеля четыре бассейна, сейчас мы каждый вам покажем. Вот здесь мы берем полотенце, когда идем на пляж. Вот в этом бассейне сейчас идет ремонт, поэтому он не работает, здесь никто не плавает. Возле каждого взрослого бассейна есть такой маленький. Есть вот такой лягушачинщик везде, здесь по колено воды и маленькие детские горочки. Вот мы спускаемся дальше, к следующему бассейну. Здесь все время днем играет очень громкая музыка. Вот здесь есть такой маленький бассейн с гейзерами, массажами. И вот этот промежуточный бассейн, который за нами, он мне нравится больше всего. Я не знаю, мы вчера плавали во всех, кроме верхнего, где стройка идет. Но этот самый классный. Здесь тихо, здесь мало людей, мало детей. Сидите в основном на нижнем бассейне, где есть водные горки. Мы сейчас туда идем. Вот мы вышли на детскую площадку. Тут есть такие горки. И еще вот такая сетка, по которой надо лазить. Ну иди залазь. Лезешь? Да, тут самое крутое. Давай. Площадка маленькая. Ну, деток здесь я вообще много никогда не видела, да? Ну, а следующую руку можешь перекинуть? А надо, чтобы ножки в воздухе висели, да? Давай, руку меняй. Меняй руку на следующую цеплять, не можешь? Не можешь. А-а-а, все. Я сейчас полезу через сетку, добавляю на сверху, надо вот так вот бассейнки лезть. Ку-ку. Ну и добавлю, что детской анимации в отеле в принципе не существует, как и вообще анимации. Развлечений нет. После ужина, а ужин у нас заканчивается в 10 вечера, полная тишина и отбой. То есть бабушки и дедушки ложатся спать, и все, день окончен. Пансионат для пенсионеров. Да. Вот мы вышли к Таюсиному любимому бассейну. Тут есть вот такие-то иглоки, а я ездила только на голубой, потому что остальные опасные. На желтый обрыв, например. И после обеда мы сюда придем, Тая будет с горок кататься, да? Я сама на голубой катаюсь. И вот у нас дорожка к морю. Мы спускаемся к морю. К морю идти метров сто, в принципе, недалеко. Но немножко для бабушек и дедушек тяжеловато, когда обратно поднимаешься. Тебя море разморило, и подъем такой, что уже одышка начинается. А мы забегаем вверх. Идем, Таюся. Тут есть лестница и просто ровная дорога. Смотри под ноги. Мама, там радуга. Здесь скользко, и можно поскользнуться на песке и на попе вниз съехать. Как я буду. Да. Вот здесь пресная душевая. Сюда поднимаешься и обмываешься. Пускайся. И вот мы выходим на пляж. Вот тут мы разрушили морю все грязью. Здесь хороший заход в море. Песочек. Мало камней на дне. На пляже очень немного шестлонгов. Поэтому бывает, когда утром выхожешь, часов 8-9 утра, уже все занято. Какое желтое было. Сидишь, у нас мама оранжевая. А мама, где мне сидеть? А ты не сидеть, я в море лежать надо. А я не буду, значит я тут. Чего это ты не будешь? Твое место в море. Я досыпаю. Можно досыпать. Можно досыпать. Тоша ночью не доспала, можно приходить на море и спокойненько досыпать на воде. Вода теплющая просто. Теплее даже еще, наверное, поздно. Слушай, ты больше вообще никакого дискомфора, да? Не разбудите меня. Нет, здесь такую подушечку самолетную под голову. Реально можно присутить. И вот пляж со стороны моря. Вот здесь грязь достают в таких ведерках. И вы можете мазать. Мы начинаем осторовительную процедуру. Грязевую процедуру. Да, Маш. А, тебе. Сейчас будет сцена из фильма «Красавица и чудовище» или наоборот «Красавец и чудовище». «Красавица» – это я, естественно. Волосы! Маленький детеныш, мажем спиночку. Язычок не намазать тебя, то ты очень много кричишь и говоришь. Маленький детеныш, мажем спиночку. Боюсь, а ты вся не хочешь кузика намазать? Почему? Да потому что они намазанные, они намазанных не кусают. Вот так мы стоим в грязи, минут 10, а потом смываем в море и в пресной воде. Красавец не писаный, морду намажь, красавчик. Да, я вчера два раза замазался, а сегодня третий раз. Думаю, к отъезду буду выглядеть на лет 18. Смотри, там идут все черненькие. Да, братья. А сзади вот там вот эта грязь, можно самим туда уйти, без ведерка лечь в грязечку и намазаться самостоятельно. И сейчас мы пойдем искать кристаллы, морские соляные кристаллы, привезем сувениры. Вот сзади меня это грязевое место, откуда в принципе в ведрах эту грязь и набирают. Расфасовывают и привозят в Украину. У меня только волосы беленькие. Расфасовывают и привозят в Украину, как натуральная косметика с мертвого моря. Лицо уже стянуло, так лицо я вообще долго не могу в этой грязи держать, наверное 5 минут для меня будет достаточно. Вот лысым хорошо, да? Качественные, качественные. Я искал кристаллы, думаю может пойду. Не нашли? А вот здесь целое болотце грязевой жижи. Ааа, я чуть не устал. Даже грязненькую. Ну еще. Вот такой у нас стандартный номер. Наша кровать. Здесь в дополнение принесли детскую кровать до Таюси и там выход на балкон. Идем покажу. Бухлишко. Ну это понятно. Вот такой вот вид с балкона. Чуть-чуть видно море. У нас на заднюю сторону он выходит, потому что мы не доплачивали. В этом отеле, если вы хотите получить номер с видом на море, то есть на ту сторону, на бассейны, нужно доплатить 22 доллара в день. Но иногда случается чудо и они этот номер дают кому-то просто так. Ну мы не ругались, не стандалили, уже остались в этом номере изначально и никуда не переселялись. Ну смысл, потому что мы здесь не находимся. А сейчас покажу еще туалет, душ. Вот душевые, туалет, ну все обычно стандартный. То есть обычный стандартный двухместный номер с дополнительной кроватью для маленького вредного ребеночка, да? Мы пришли ужинать в главный ресторан. Сейчас покажу, что тут есть. Идем, Таюси, будешь показывать. Макарошки, картошка. Это сладкий стол. Он маленький, но со сладкого стола. Выбор есть. Да, выбор есть. Как раз все диетическое, несколько калорийное. Конечно, да. Вот эта вот коричневая кашка, это вообще... Да это пудинг какой-то. Вообще бомба. Вот здесь супчик очень вкусный, каждый день он разный на ужин. Хоть этот суп и не из семьи, но все это жидкое. Таюси ставляю первое кушать. Пока Таюси у нас начинает... Суп вообще-то едят ложкой. Ничего? Ты не подумала, да? Пока Таюси начинает кушать супчик, мама пойдет второе принесет. Ложечку. А после супа можно? После супа. Здесь овощи, разные салатики. Салатов, в принципе, много. В принципе, на ужин всегда есть курица, какая-то говядина и рыба. Иногда вот кальмары вчера были. Там есть кальмары, я видела. Есть? Я сегодня не видела. Круглые такие белые, чтобы я не видела. Да? Сейчас пойду возьму. Они в конце там. Хорошо. Вот овощи разные тут. Куча сладостей. Мясо. Мясо. Мясо, да, мясо. Чуть-чуть мяско есть. Ну так, победно. Не голодаем. В здоровом теле здоровый дух. Приятного аппетита. Спасибо. И вам тоже. У меня горочка, как обычно, на тарелке. Я просто так проголодалась, мы с моря приходим голодные-голодные. Не все. Угу. И в итоге расскажем вам про все плюсы и минусы этого отеля Grand East. Из плохого. Ну, начнем с плохого. С плохого, что... Мухи! Ну, мухи, это везде. Это сезонное. Нет ни на ужин, ни на завтрак фруктов. Вообще их здесь не существует в природе. Хотя, казалось бы, и Ордания здесь выращивают финики те же самые, бананы. Но этого ничего в ресторане в главном нет. Также из плохого, даже если у вас завтрак ужин по питанию, вы приходите на ужин, кофе и чай платные. 5 долларов чашка чая. Ну, это жесть, я считаю. Еще по поводу уборки в номерах. Они вообще не убирают. Только если ты повесишь на дверь табличку, что уберите, пожалуйста, номер. Тогда они идут и что-то делают. И то не напрягаясь. Полы не моют, ничего не это самое. И балкон не убирают. Просто максимум постель тебе аккуратненько застелят. Поменяют полотенца, шампунь, мыло в таком плане. Но тапочки мы просили отдельно с щетками. Да. Кстати, вот если вы подойдете на ресепшн и попросите халат, тапочки, то вам это все принесут. Но если вы об этом не вспомните и им не напомните, то не ждите такого. По-плохому. Вот. Что еще по-плохому у нас? По-плохому. По-плюсам. И еще! И еще! Минус! Один раз, когда мы ушли, мы не оставляли запишку. Уберите у нас в номере, а у нас убрали. Ну это не минус, это хорошо, наверное. Есть плюсов. Даже если у вас не все включено, подходите в лобби-бар, в бар возле бассейна, если вы пьете, у вас все равно никто ничего не спрашивает, потому что в бассейне пока в отеле нету системы браслетов. Да. В общем, в отеле нет системы браслетов. Вообще их, в принципе, нет. То есть у кого-то все включено здесь, а у кого-то только завтрак-ужин. И различить это невозможно. То есть они спрашивают иногда номера комнат. Но не всегда можно сказать номер чужой комнаты. И все равно в баре всем пользуются. Мы днем приходим и пиво пьем в баре нормально. Хотя у нас не все включено и нам это не положено. И мороженое, и сочное. Да. Мы все кушаем, ни в чем себе не отказываемся. А еще один минус остался. Какой? Вот тут есть детская комната, в которой зайти бесплатно и поедать. А если няня нанимать, то платно. Ну, няня всегда платно в отеле. Кстати, вот Ая мне напомнила насчет анимации. Анимации здесь нет вообще в отеле. Есть, если платить. Можно я скажу? Анимации нет вообще в отеле никакой. Ни для взрослых, ни для детей. То есть ужин у нас с семи до полдесятого. После полдесятого тишина. Все как вымерло. Делать абсолютно нечего. Санаторий для пенсионеров. Да. Конечно, если бы они хотя бы два аниматора здесь взяли, хоть что-то бы было. Хоть какая-то дискотека. Хоть для деток что-то. Ну, было бы намного веселее. Потому что... Потому что территория позволяет. Аниматора платного нет, не говори ерунду. Нет. Ну, няня это совсем другое. Аниматора нет. Все. Вот. В принципе, если отель рассматривают для семейного спокойного отдыха, то в принципе очень даже хорошо. Если, правда, дети послушные и нормальные. Ха-ха-ха. Это не о нас. Ха-ха-ха. Да. Вот. Ну и с хорошего. Еще давай про хорошее расскажем. Вот много бассейнов. В принципе, бассейны нормально чистят. Возле бассейна немного шезлонгов, но всегда есть свободные места. Вот как мы не придем, всегда есть где лечь в тенечке под пальмой. На пляже тоже шезлонгов немного, но так же всегда вот мы находим место себе. Да. Ну еще один минус, что детские бассейны вообще не чистят. Очень удобный заход в море. Песочек. Ну так, все аккуратненько. Камней почти нет. То есть в этом плане хорошо. Вот. И почти со всех номеров хоть кусочек моря, но виден. Вот. Ну и из минусов, но это уже больше не коктейля. Рядом нет ни магазинов, ни торговых центров. Ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. То есть если что-то хотите купить, выпить или попить или поесть, все в отеле. Либо все брать с собой, что-то такое привозить. Да. До ближайшего торгового центра нужны полчаса. Дешево. Там в принципе пару кафе, пару ресторанов в этом торговом центре. Ну и есть. Да, есть супермаркет небольшой, но дела там особо нечего. И вот наш отель находится в поселке, даже не знаю, можно ли назвать это поселком Савайма. Здесь всего 8 отелей. Мувен Пик, Мариот, Краун Плаза еще несколько. И здесь вообще ничего нет. То есть цивилизации никакой еще. Может быть в дальнейшем они что-то построят, но сейчас вообще не лучше. Вот до израильской границы здесь 14 километров. Такси берет 25 динар. Это на наши деньги 40 долларов. За 15 километров 40 долларов, конечно. Ну да, и получается еще один плюс. Наш отель, он самый ближний к израильской границе, к наземной границе. Мост Олемби. Мост Короля Хусейна, он буквально в 14 километрах отсюда. И вот как бы 14 километров, что здесь ехать, казалось бы. Но такси цены вообще очень высокие. Но за нашей спиной, если увидите, Мертвое море. И если по прямой пойти по диагонали, то ровно тоже через 15 километров будет Иерусалим. Тебя пограничники выкинут оттуда просто. Из палестинской территории. То есть ровно по прямой через Мертвое море 15 километров и мы упираемся в Иерусалим. А еще когда вечером темнеет, и вот там видны огни в горах. Вот эти огни это Иерусалим светится. А на той стороне это территории Палестины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова